Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Дональд Трамп впервые после того, как покинул кресло президента США, пообщался со СМИ. Он сам позвонил в эфир телеканала Fox News. Политик позвонил, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо. Журналист был одним из первых сторонников Трампа. Это первое появление Трампа в СМИ после того, как он покинул Белый дом 20 января. Политик не давал интервью, даже когда разворачивался его второй процесс импичмента. Об этом он и не вспоминал в эфире Fox News. Хоть и не обошёл полностью темы выборов. «Раш думал, что мы победили. И я тоже, кстати. Думаю, что мы существенно выиграли», – ещё раз подчеркнул Трамп. Он почтил память Лимбо и вспомнил о его поддержке в течение своей политической карьеры. «Легенд не так много, но он легенда», отметил Трамп. Политик назвал радиоведущего «уличным умником» и «большим джентльменом». А также заверил, что у него был невероятный инстинкт к политике и жизни. Кроме этого, Трамп рассказал, что разговаривал с Лимбо накануне его смерти. Состояние журналисту ухудшалось после того, как у него диагностировали рак. По информации The Hill, Лимбо был одним из первых сторонников Трампа на праймере с республиканской партией ещё в 2016 году. Трамп вспомнил, что журналисту понравилось его достаточно противоречивое выступление, когда тот впервые объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Напомним, что известный американский радиоведущий Раш Лимбо скончался 17 февраля в городе Палм-Бич в штате Флорида в возрасте 70 лет. Причиной смерти стал рак лёгких в запущенной форме. «Раш Лимбо» вёл одно из самых популярных в США радиошоу The Rush Limba Show. С момента премьеры на национальном уровне в 1988 году шоу «Раша Лимба» стало самым рейтинговым ток-шоу на радио в Соединённых Штатах. Оно транслировалось почти на 600 радиостанциях по всей стране. Жанр передачи определялся как консервативный разговор. В начале 2020 года, на следующий день после обнародования его диагноза, Дональд Трамп наградил его высшей гражданской наградой страны президентской медалью свободы. Лимбо сказал тогда, что намерен продолжать вести свою программу в обычном режиме, пока будет проходить лечение. Также ранее стало известно, что Сенат США не поддержал обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января и отказался объявить ему импичмент. Таким образом, Трамп второй раз смог избежать импичмента. Это позволит ему принять участие в президентских выборах в США в 2024 году. За обвинения бывшему главе государства проголосовали 57 членов Верхней палаты Конгресса. Против высказали 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов «за». На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!